Привет, друзья, и добро пожаловать в очередной урок рассмотрения возможностей ZBrush 2020. И сегодня мы говорим о кистях, из которых DecoCurve Brush. Находятся в палитре кистей под индексом D, вставкой Curve, то есть кисти, работающие по кривым. По сути, это одна и та же кисть, и является модификацией стандартной кисти, о чем мы уже говорили, что большинство кистей в ZBrush, они являются выходцами одного типа кисти, стандартной, клей и так далее. Это модификация стандартной кисти, выбираем DecoCurve Dots и смотрим, что она делает. Во-первых, обращаем внимание на левый шелф, сама кисть превью, режим ее работы, строк, дотс, что и лежит в основе названия, и альфа в виде стрелки. Рисуем кривую, и за один из участков этой кривой, в начале, в конце, в середине, неважно, перетягиваем и получаем вот такую геометрию. Ну, сейчас это на стрелку мало похоже, да, здесь ток вот такой идет, если мы нарисуем, к примеру, ровную кривую и потянем, вот сейчас уже похоже на стрелку. Здесь спад кисти играет значение, если мы ее поставим более жесткой, то будем получать уже другой результат. Если максимум мягкой кисти, то вот такой практически без съедания. Получаем форму, и в чем ее особенность, вообще в чем фишка этой кисти, то есть мы за эту кривую можем взять и потянуть. И на всем протяжении, пока будем тянуть эту кривую, у нас будет получаться эта геометрия. Ну, стрелка, она уже съелась, разумеется, здесь смешение полигонов. Тем не менее, с любой другой альфа, к примеру, вот такой мы ее можем использовать. Создаем участок, можем здесь потянуть, получить вот такую форму. Либо вот здесь получить вот так. То есть кисть, стандартная кисть, работающая по кривой и по той альфа, которую мы указываем. Это первая кисть, она работает в режиме Dots. И вторая кисть, которая поставляется, это Deca Curve Drag. То же самое, но в режиме Drag Dot она работает. И если по той же самой кривой мы начнем перетаскивать, то видим, как создается эта стрелка, но она не продолжается. То есть она единожды созданная, в дальнейшем меняется только ее местоположение. И вот здесь уже, в принципе, можно оценить преимущества этой кисти. Вот такую плавную форму вне кривой, да, очень сложно создать, особенно если мышкой работать, как я в данный момент. А по кривой уже можно получать вот такие вот аккуратные плавные формы. Ну и также здесь будет зависеть от Z-Intensity. То есть это обычная кисть, по сути, то, о чем мы уже говорили. И с разными альфа это работает. Корректировать обычные кисти очень трудно добиться, да. Ну, в принципе, есть еще кисти, работающие по кривым. Об этом мы будем говорить, когда будем рассматривать кисти в ZBrush в нашем основном курсе. И с Lazy Mouse они работают, Lazy Radius повыше, и кривая создаваться будет более плавной. К примеру, так. И все будет зависеть от размера этой кривой. Хорошо подойдет для волос, декора и прочей подобной геометрии. Следующая возможность 2020, которая также легла в основу новых кистей, называется From Brush. Находится она в палитре Alpha. From Brush. Вот она, новая функция. И она позволяет захватывать геометрию поверхности, и ее цвет позволяет захватывать, и записывать их в альфа или текстуру. К примеру, я создаю вот такую геометрию обычной стандартной кистью. Перехожу в эту функцию, нажимаю From Brush. Кисть переобретает такой бирюзовый цвет. И, начиная растягивать, ну, в данном случае режим DragRex стоит, и растягивая до того, как эта альфа будет попадать в диаметр кисти, отпускаю, идет просчет, и мы имеем альфа уже вот здесь. И далее можно создавать уже новый альфа, такую же геометрию, сразу же оставаясь в этой кисти. То есть мы на лету создаем альфа. Если у нас здесь будет какая-то цветовая информация, скажем, вот здесь я покрашу, цвет уберу. Вот здесь есть небольшое вкрапление красного цвета, и чтобы сюда каждый раз не заходить, не нажимать вот эту кнопку From Brush, я нажимаю клавишу G на клавиатуре и растягиваю точно так же здесь до попадания этой альфа в радиус. И видно, что уже сейчас записывается и текстура альфа сейчас не создалась, потому что не активен никакой из режимов добавления геометрии. То есть мы учитываем, что если хотим создавать цвет, включаем RGB. Если хотим создавать геометрию альфа из геометрии, то включаем один из этих режимов. Итак, снова G, делаю захват, идет процесс, и вот мы имеем уже и альфа, и одновременно цвет, текстуру, которая будет создаваться сразу же. Такая очень интересная возможность, которая быстро позволяет создавать не только альфа, но и цвет, и самое главное, создавать с определенного участка, а не со всей поверхности. Если переключить режим здесь, Drag Red, скажем, на Dots, G активирую, и уже манипулятор кисти, он не растягивается, а проходит расстояние. И вот на этом расстоянии уже создается новая альфа. Вот так это происходит. И дальше уже, продолжая создавать, есть вот такая последовательность. Мы можем здесь переключиться уже в Drag Red и создавать эту альфа, которая была записана вот по этому пути. Размер кисти имеет значение. Я альфа отключил, и кисть сделаю поменьше вот так. G на клавиатуре, прохожу здесь. Видим, что альфа, она уже создается меньше по ширине. Если кисть будет больше, G, прохожу, то она уже горизонтальная, да, создается вот в такой плоскости. Если я прохожу путь больше, выше по вертикали, то альфа переписывается, да, и становится вот такой. То есть тоже обращаем внимание еще и на размер кисти. Ну и дальше можем создавать, например, включив функцию в модификаторах Roll, и получаем уже вот такую геометрию, то есть по пути, уже по движению кисти создается эта геометрия, которую мы вот здесь в этом участке захватили с тем же самым промежутком, то есть быстрая, быстрая передача. Ну и опять-таки разные режимы строк будут давать различные результаты. А строк у нас уже был урок, большой, объемный, можете посмотреть его на нашем сайте, в нашем курсе или на канале YouTube. Урок доступен для свободного просмотра. Здесь же в меню есть еще две кнопки, если их рассмотреть, правый трей. Итак, FromBrush при нажатии на эту кнопку становятся активны еще две функции. Ширина альфа сейчас стоит 128, если мы наведем сюда, то видим, что 128 пикселей по ширине в этой альфе содержится. 16-битная альфа, как обычно, ZBrush создается, и по высоте 190. Высота она будет пропорциональна жесткой ширине, которая у нас указана, если мы здесь поставим 256, проведем по участку, неважно участок пустой. Сейчас просто обычная альфа создастся, но уже 256 пикселей она по ширине будет включать, и высота подстраивается пропорционально, 350. То есть зависимость мы устанавливаем здесь. Таким образом, разрешение альфы, четкость альфы мы устанавливаем. А вот Blur Sim это размытие вверху и внизу, то есть в начале и в конце движения кисти, для того, чтобы она соединялась. Потом, впоследствии, когда уже будем рисовать это альфой, то есть небольшой блюр на краях, если у нас стоит параметр 25, то в начале будет 12,5 пикселей размытия, и в конце 12,5. То есть мы делим на 2 и получаем размытие. Если ставим 10, то по 5 пикселей с каждой стороны альфа у нас будет размытие проходить. В принципе, функции довольно простые, и вот на основе этих функций как раз и работают новые кисти, Extractor называется. То есть это при настройке кистей по индексу X они доступны. Вот они Extractor, Extractor Dot и Extractor DragRect. Отличаются они только режимом работы. Здесь мы все это делали на стандартной кисти, до этого смотрели. Мы создадим еще раз эту же геометрию, и по индексу X, Extractor. Для того, чтобы захватить геометрию, по-прежнему нажимаем G на клавиатуре. И эта кисть, Extractor обычная, она работает в режиме проводки. То есть если я вот так проведу сейчас, то мы получаем альфу именно с этого участка. Соответственно, если здесь был бы цвет, то и цвет бы мы получили тоже. И дальше сразу могу продолжать этой же кистью наносить геометрию в этом саптуле, в другом саптуле, в другом саптуле и так далее. То есть вот такое быстрое создание. Очень удобная кисть. Следующая кисть Extractor Dot как раз и будет захватывать определенный участок и проецировать его как точку, как работает режим Dot. Снова G. Выбираем. Уже нет у нас проводки. Мы можем выбрать определенный участок, который соответствует радиусу кисти. Выбираем этот. И сразу же можем его создавать на геометрии. Следующая кисть. DragRect. То же самое, что мы делали со стандартной кистью в режиме DragRect. Растягиваем, нажимая G. Захватываем нужную геометрию. И продолжаем создавать уже ее. Здесь мы можем масштабировать так, как мы захотим. Dots у нас определенного размера делает. Форму DragRect мы можем масштабировать на лету. Но опять же, это все в уроке PostRogue. Вы можете посмотреть. То есть, не обязательно Extractor кисти использовать. Это просто предустановки кисти, которые, кстати, тоже являются под видом стандартной кисти для быстрого вызова. Они уже настроены. Таким образом, мы можем просто их использовать. Но к любой кисти скульптурной мы ее можем подключить. Эту функцию From Brush. Следующая кисть, которая появилась в 2020, это Hatch Brush. Hatch Brush и Hatch Backtrack. Что они делают? Они препятствуют обратному ходу кисти. То есть, сейчас я довел сюда и назад. Геометрия не создается. Клавишу мыши я не отпускаю. Или перо планшета. И как только начинают движения в обратную сторону, у меня создается эта геометрия. По сути, здесь произошло добавление новой функции. Вот она. NoBackEnforce. И эта кисть, Hatch, она автоматически активирует эту функцию. То есть, препятствует движению обратному движению. Нечто подобное мы смотрели в Directional, вот этот параметр. Но он работал только в 2.5D. На холсте в качестве рисования вот сейчас появилась функция эта в 3D. Быструю штриховку мы можем выполнять, не боясь обратного хода. Ну и следующая кисть из этой группы, Hatch Backtrack. Похожа на предыдущую кисть, но еще активирует функцию Backtrack Mode, о которой мы тоже говорили. По умолчанию в планарном режиме. И если мы посмотрим, к примеру, на асфере, то здесь увидим вот такое воздействие. То есть, по-прежнему у нас препятствует обратному движению. Геометрия в обратном ходе не создается. Но создается вот такая история. Опять же, подробнее об этой функции вы можете посмотреть в уроке по Stroke и Lazy Mouse. И опять же, эти кисти являются предустановкой. Сами эти функции могут быть активированы с любой кистью. Например, с Clay. Мы можем заблокировать обратный созидательный ход кисти. То есть, в обратном движении ничего не будет происходить. А следующая тоже довольно интересная кисть. Это History Recall Brush. Проецирует геометрию одного тула или сабтула на другой тул или сабтул. Геометрию, цвет, в общем, все, что есть в сцене, она будет проецировать, исходя из вот этой панели истории. Что это значит? К примеру, есть у нас вот такой тул. Глаза я удалю. И у него есть только один шаг в истории. Тем не менее, будет брать вот этот шаг. То есть, на этот момент все, что есть в сцене, все, что есть в сабтуле, на этот момент шага истории, она будет записывать. Мы нажимаем Ctrl и кликаем по этой полоске. Видим, что такая светло-серая индикация появилась внутри. И этот тул уже является как бы референсным. Сейчас в другом туле, если мы будем работать, будет происходить наложение этого тула. И вот здесь видим, уже проецируется нос. А вот здесь нос, глаза. Сразу нужно отметить два необходимых условия. Если мы хотим корректного проецирования, то референсный тул и конечный тул, они должны совпадать и по объему, и по месту положения. Чтобы продемонстрировать, как это работает, при аппендим сюда эту геометрию. Вот сейчас видим, как совпадает. То есть нос, губы, глаза, то, что здесь и начиналось рисовать, он просто проецирует как бы с одного тула на другой. Но не совсем это проекция, это именно история, запись в историю. То есть он подгоняет положение вершин. И для корректных результатов, если мы хотим, мы должны как раз таки и спозиционировать нужным образом. Кстати, это работает как в рамках тулов, так и в рамках сабтулов. Отскейлим вот так. И все, вот теперь уже у этого сабтула есть такая панель истории, то есть мы поменяли его местоположение и поменяли его масштаб. И отсюда уже тогда берем историю. Кликаем, светло-серая индикация появляется. В принципе, этот сабтул мы можем вообще удалить теперь. И здесь уже создавать геометрию. И нужно быть так же внимательными. Угол позиционирования влияет на конечный результат. То есть по-разному отработка будет идти. Видно, да, вот что здесь артефакты пошли. Поэтому стараемся под прямым углом либо вот под таким углом, да, как все зависит от геометрии. И если подразделения мало, можем добавить еще подразделения и уже более четкие формы будут проецироваться. То есть аккуратно это нужно делать. Большое преимущество в том, что мы можем переносить вот эту геометрию независимо от конечной сетки. Здесь сетка может быть вообще треугольная, может быть пятиугольная, какая угодно. И мы можем, например, переносить хай-поли детализацию на лоу-поли, если есть уже лоу-полька с правильной сеткой. И еще один плюс в том, что детализацию мы можем переносить не всю, как это делает Project у нас, да, без масок, без ничего. Мы можем переносить только отдельный участок. Например, сейчас я голову перенес, а шею и прочие детали уже не переносим. То есть мы можем переносить геометрию на новую топологию или делать, к примеру, вот такие встраиваемые формы. Человека определяют его дела, а не воспоминания. Ну и в завершении еще одна кисть, которая появилась в 2020. Это кисть бесконечной глубины. Move Infinite Depths. То есть кисть бесконечной глубины. По сути, это та же самая кисть Move, на типе Move основанная, но работает она бесконечно вот туда, вглубь холста от нашего взгляда. По вектору нашего взгляда уходит вглубь этого холста, если сейчас здесь вытягивать геометрию, к примеру, то мы видим, как на всем протяжении этой глубины происходит воздействие. Причем воздействие, оно неравномерное. Нам будет зависеть от формы исходной геометрии. Если включаем здесь симметрию, к примеру, то вот такое воздействие получаем. И важно здесь позиционировать правильно. То есть если мы спозиционируем вот так, то видим, что вот здесь уже пошли перекосы. То есть у нас модель, она вот так и позиционирует, исходя из своей глубины. И видно, что вот здесь захватилась эта форма. И находится он в палитре Brush, раздел Depth, Infinite Depth. То есть вот она, бесконечная глубина. И включается также для любой из кистей. К примеру, для кисти Blob бесконечная глубина. И получаем вот такое воздействие. Здесь поэкспериментируйте сами. То есть здесь уже вы можете изобретать методы, различные методы, как текстурирование, так и создание форм. Кстати, если у нас активен режим покраски, то же самое происходит. Кисть Blob активна. И она происходит по глубине, по бесконечной глубине. То есть видим, что на просвет, да, независимо ни от чего, проходит это воздействие. Если воздействие мы получать не хотим, маскируем эту область. И здесь ничего не происходит. В данном случае нет в этом смысла. Тем не менее, если у нас в ряд стоит много моделей, часть из них мы можем замаскировать, а часть из них вот так покрасить. Если речь идет о покраске. Ну что же, о кистях на этом все. У нас остается один урок по 2020. И мы рассмотрим в нем остальные фишки. Не такие глобальные, но тоже интересные. В этом уроке и увидимся. До встречи.